Поисковое движение в Российской Федерации Поисковое движение растет не только в тех цифрах, которые позволяют говорить о том, что мы возвращаем все больше и больше бойцов на родину, но и в другом направлении, когда наши поисковые отряды занимаются популяризацией этой работы, вовлекая все больше молодых людей, да и просто людей, в Алакжан, в это движение. Это нам важно для того, чтобы сохранить память о подвиге, совершенном нашим народом в Великую Отечественную войну. Но вот задача поисковых отрядов, которую они ставят перед собой, не только вернуть бойцов с полей войны, боев, но и все-таки сохранять память о подвиге. И вот действительно мы сегодня отмечаем пять лет музею Волгонского поискового отряда, в котором содержится уникальная экспозиция, которая говорит о том труде, о том ратном подвиге, который совершили наши солдаты в Великую Отечественную войну. Ну и кроме юбилея музея, сегодня будет презентован новый сайт Волгонского поискового отряда, который также уже теперь в интерактивной форме показывает результаты работы наших поисковиков. И я думаю, что это позволит еще более усилить ту работу по сохранению памяти и привлечь новых поисковиков в это движение. Сайт Волгонского поискового отряда создан, основная цель его не то, чтобы пропагандировать нас самих, а основная цель помочь людям в поиске информации о пропавших без вести, их родных во время Великой Отечественной войны. Там представлена информация, сама методика, как поступать, в каких ситуациях, где искать информацию, о каких ресурсах электронных и архивах. Ну и представлены базы, в первую очередь книга памяти Вологодской области, далее движение личного состава в составе маршевых рот с территории Вологодской области, так называемые маршевые роты. Это умершие в госпиталях и в боевых действиях на территории Вологодской области. Это тоже отдельная база. Также отдельная база по волокжанам, которые погибли в плену в концентрационных лагерях. То есть вот основные базы, которые помогут любому исследователю найти интересующего их человека, информацию об этом человеке. Сайт уже запущен, да, и работает. И основная проблема, с которой, считаю, успешно справились программисты, которые изготовили этот сайт, они здесь тоже присутствуют. Это та, что большой объем базы, поскольку порядка 400 тысяч персоналей одновременно находится размещено на сервере этого сайта.